Добрый час, мой добрый зритель. Подустали от книжных героев людей с их проблемами и жизненными исканиями? А что, если посмотреть на мир глазами животного? Чтобы они посоветовали прочесть про себя? Такая возможность есть, причем в большом изобилии. А самые яркие книги про животных они рекомендуют сами в нашем обзоре. Мне лишь останется вам пересказать. О чем вы думаете, когда слышите название Тимбукту? Вспоминаете строчку из старой песни про Сара-Барабу? А вот мистер Зельц, главный герой романа Пола Острое, воображал Тимбукту настоящим раем, куда рано или поздно попадают хорошие люди и хорошие собаки. Мистер Зельц, как вы уже поняли, это собака, верный спутник полусумасшедшего уличного поэта Вилли Сочельника, вообразившего себя посланником Санта-Клауса. Собака, по мнению Вилли, была не спослана ему самим господом, ведь дог, прочитанный задом наперед, это год. Собака – это бог, вот в чем дело. Книга вас будет держать в нервном напряжении вплоть до самого финала. Может и не самого счастливого, но уж точно неожиданного. Это проверить легко. Стоит лишь взять книгу в руки. Рекомендую. Позвольте предложить книгу Сэра Конан Дойля «Собака Баскервилли». 1901 год. Герой произведения отзывается об этой собаке, как о кошмарном привидении, исчадии ада. На деле же оказывается, что это лишь воображаемый образ, подогреваемый старинной легендой и коварными замыслами Степплтона. Кстати, это оказалась очень крупная собака, поместь Ищейки и Мастифа, поджарый страшный пёс величиной с молодую львицу. Получается, он не был чистокровным псом, а метисом. Собакам крупных пород не свойственна злобность. Пёс оказался жертвой жестокого обращения и злых намерений своего хозяина. Думаю, не все еще прочитали эту книгу. Разрешите немного женского взгляда. Рекомендую маленькую повесть, написанную известным поэтом Серебряного века. Это, говоря языком того времени, прелесть, что такое. Дневник весьма сообразительного и предприимчивого пёсика породы Фокстер Герр, который случайно выучился писать. Уверяю, это будет интересно как взрослым, так и деткам. Микки очень, очень уменный наблюдателен, а некоторые его размышления это просто готовые темы для диссертации. Ну вот, к примеру. Деревья, вот даже старые, молодеют каждую весну, а люди и взрослые собаки никогда. А чего? Вот Зинин дядя совсем лысый, вся шерсть с головы облезла, точь-точь бельярдный шар. А вдруг бы у него весной на черепе зеленая травка выросла и цветочки. Или «Зачем рыбы лезут в пустую сетку, которая называется вершей? Раз не умеешь жить над водой, так и сиди себе тихо в пруду». Фокс Микки рассказывает в своём дневнике обо всём, что ему довелось пережить. Это такое увлекательное чтение. Наши следы остались от поваренных книг до произведений бессмертных классиков мировой литературы. Вероятно, не ошибусь, если буду утверждать, что у каждого из вас первое знакомство с нашим литературным образом состоялось ещё в раннем детстве. И это сказка про трёх поросят. Но я хочу отметить не столь известного Пантелеймона Романова и его рассказ «Белая свинья». Не знаю, как там гуси спасли Рим, но в своём произведении автор описывает, как одна свинья спасла целую деревню. Кратко это выглядело так. Жители деревни прослышали, что к ним собираются работники продотряда для заготовки мяса. Испугавшись, что всех свиней заберут бесплатно, селяне вырезали их сами. Но кроме одного мужика, уж больно красиво у него была свинья белая с чёрной отметинкой на лбу. Но вот в деревню заявили заготовители. Их ожидали. Понимали, что могут быть привлечены за злостное уничтожение скота. Однако русские не лыком шиты. Кстати, не читали? Рекомендую. Кто-то восхищается медведями, кто-то их ненавидит. Но, к сожалению, большинство людей боятся медведей, считая, что они рождены только для того, чтобы убить. В мире Филиппа Пулмана медведи разумны, разговаривают, умеют ковать доспехи, за что получили прозвище «панцерные». Создали своё государство, написали законы, которые неукоснительно соблюдают, но при этом остались всё равно медведями. Яростными, суровыми, местами злыми, неотёсанными и ещё обожающими войну и драки. Йорик Бирнисон – законный наследник трона медвежьего государства, который нарушил закон и был изгнан к людям. Люди обманом отняли его панцирь, и бывший принц опустился до того, что выполняет мелкую работу для жителей, забытой богами деревушки. Тут его и встречает главная героиня книги Лиры. Она помогает ему вернуть доспех, а он взамен помогает ей, что для медведей, в том числе и панцирных, нетипично. Думаю, что эту трилогию вы обнаружите в своих библиотеках. Разрешите предложить лирически грустную историю о жизни домашнего буйвола по кличке Широколобой. Его воспоминания о детстве, его родителях, с которыми у него связаны воспоминания о том, как они плыли по морю, по тёплой воде, о том счастье, что осталось в памяти. И ещё о жизни в колхозе, где его обязанностью были тяжёлые работы. Вытаскивать деревья из леса на лезозаготовках, пахать землю, таскать арбу. Третье занятие ему было неинтересно, скучно. О том, как, став вожаком стада, он спасал его от стаи волков и от медведей. О том, как его пытались украсть скотоворы дважды, и дважды он, почуяв неладное, наказывал воров и возвращался домой. В рассказе Широколобой автор Фазель Искандер пытается донести, что животные тоже могут быть преданными и любящими, а ещё они очень доверчивые и ранимые. Прочтите обязательно. По свидетельству второй жены Михаила Булгакова, Любови Евгеньевны Белозерской, прототипом кота-бегемота, персонажа романа «Мастера Маргарита», кота-оборотня и любимого Шута Воланда, послужил их домашний кот Флюшка. Огромное серое животное. Булгаков только сделал бегемота чёрным, так как именно чёрные коты по традиции считаются связанными с нечистой силой. Не совсем кот, зато огромный, галантный, предлагает дамам чистый спирт. Разве можно такого не любить? А стоило бы присмотреться к нему поближе. Бегемот – классическое имя для демонического существа. В библейской традиции он предстаёт морским чудовищем, доказательством непостижимости могущества Бога. Вообще бегемот – это демон плотских желаний. Поэтому кот-бегемот так любит выпить, закусить и пофлиртовать с женщинами. Привет! Я знаменитый пушкинский кот-учёный из Русланы Людмилы, который идёт направо, песни заводит, налево сказки говорит. Сами понимаете, прошло более двухсот лет, приходится много самообразовываться. А вам советую Пушкина читать ежедневно. Кстати, кот из детских воспоминаний Пушкина сказок не рассказывал и песен не заводил. Заводили его самого, потому что он был механическим. В 1801 году Пушкины, в том числе маленький Саша и его няня Арина Родионовна, жили в Большом Харитоневском переулке в Москве. Напротив этого дома был обширный сад, огороженный каменной стеной. Были здесь мраморные статуи, беседки, аллеи, затенённые плющом, оранжереи, овальный пруд, фонтан. И именно в этом саду расхаживал по цепи механический кот, привезённый из Голландии. Это самый страшный роман Стивена Кинга. Дело в том, что начало книги основано на реальных событиях из жизни автора. В конце 70-х Стивена Кинга пригласили в Мэнский университет в качестве преподающего литературу писателя. Поэтому семья Кингов – Стивен, его жена, сын, дочь – переехали в новый дом около дороги. По этой дороге постоянно ездили грузовики. Местный житель сразу же предупредил – это плохая дорога, на ней гибнет много животных. Подтверждала его слова кладбища, которое располагалось за полем на соседнем участке. Вскоре у дочери Кинга умер кот по имени Смаки. Он попал под грузовик на печально знаменитой дороге. Стивен вместе с дочерью похоронил его на этом кладбище. Но история с котом – это было только начало событий, натолкнувших писателя на идею книги. Скоро Кинг сам убедился, что дорога около его дома действительно плохая. Младший сын писателя, которому тогда не исполнилось и двух лет, побежал к дороге, по которой ехал злополучный грузовик. Тогда Стивен Кинг успел поймать сына и предотвратить беду. Однако мысли о том, что было бы, если бы он не успел, привели писателя к сюжету, очень жуткому сюжету – книги кладбища домашних животных. Прошу вас, обратите внимание на роман Элизабет Летц «Снежок». Это история о надежде и мечте, которая стала реальностью. Семья де Лейеров была вынуждена считать каждой пене и не могла себе позволить приходи. Но мимо этого замученного коня со взглядом полным тоски и надежды Гарри пройти не смог. У него было всего 80 долларов. Эти последние деньги он отдал за лошадь, обреченную на живодерню. Кто знал, что вскоре «Снежок» удивит не только Гарри, но и весь мир. Совершенно случайно выяснилось, что у беспородной лошади есть дар – брать практически любые препятствия и буквально порхать над барьерами. И однажды Гарри решился выставить «Снежка» на престижные соревнования. Вам уже интересно? Рекомендую! 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 У нее больше нет родителей, а дедушка Анри лежит в больнице. Его состояние крайне нестабильное, и девочка в любой момент может остаться совсем одна. Бошер все еще живет в прежней конюшне, но в скором будущем у Сары не останется денег для того, чтобы содержать коня. О дальнейших событиях вам расскажет сама книга. Хочу предложить вам сказ о богатом купце Усидоме и его любимом скакуне «Догони ветри». Купец гордился своей лошадью, оберегал ее, и никому, кроме Уси дома, ездить на ней было не позволено. Однажды лошадь спасла купцу жизнь, и он пообещал заботиться о ней. Но скакуна слеп и стал обузой для хозяина. Что случилось дальше, вы узнаете, раскрыв книгу Константина Ушинского «Слепая лошадь». Разрешите предложить вам детский роман «Белый жираф» писательницы Дорен Сен-Джон. Главная героиня – 11-летняя Мартина. Она в одночасье потеряла на пожаре своих родителей и оказалась в поместье бабушки в Южной Африке, где никогда раньше не бывала. Поначалу бабушка кажется ей очень строгой и холодной, но впоследствии все оказывается иначе. Мартини суждено приручить белого жирафа, в существование которого мало кто верит. Об этом говорится еще в древнем пророчестве, и именно Мартина оказывается девочкой, которой это удается. На последней странице я прочитала полный глубокого смысла текст. Цитата. «Мы все совершаем ошибки, дитя. Это свойственно людям. Но не у всех хватает храбрости признать эти ошибки и попытаться их исправить. Ты очень храбрая. Помнишь, я уже говорила тебе, дар может быть не только благословением, но и проклятием. Когда все уже было сказано и сделано, ты приняла верное решение». Конец цитаты. «А книга действительно очень добрая. Читайте». Знаете, кто такой недопесок? Это песец, которому нужно немного подрасти, чтобы стать взрослым. На звероферме в неволе жил необыкновенной красоты песец с императорским именем Наполеон Третий. И этот красивый песец стремился к свободе. Он убежал со зверофермы. И так начались его необыкновенные приключения. Наполеон сбежал из теплой клетки, чтобы отправиться на север. Клетку маленького песца на звероферме случайно забыли запереть. И он сбежал. Песец, выросший в неволе, впервые бежал по снегу, впервые поймал мышь, заночевал в норе. А инстинкт вел его строго на север. Повесть Юлия Коваля «Недопесок» рассказывает об удивительных приключениях маленького песца Наполеона Третьего, а также о дружбе, справедливости и любви к своей родине. Представляю научно-фантастический роман французского писателя Пьера Буля «Планета обезьян». В 2500 год экспедиция из трех человек отправляется в ранее невозможные путешествия за пару лет своей жизни преодолеть сотни световых лет на новейшем космическом корабле. Есть и минус. На Земле в это время пройдут сотни лет. Но остановит ли это настоящих одиночек и энтузиастов? Вот и начинающий журналист Улис Меру не смог удержаться от соблазна великого путешествия. Они достигают своей цели, высаживаются на планету, которая могла быть сестрой-близнецом Земли. И даже почти сразу встречают людей. Только люди этой планеты, кажется, совсем не обладают разумом и ведут себя как животные. А настоящими хозяевами планеты стали обезьяны. Гориллы заняли нишу охотников и грубой силы, шимпанзе стали учеными, а рангутанги – напыщенными и чванливыми профессорами. А люди, самый близкий к ним вид – в лабораториях. Пьер Буль сделал такой простой, но яркий переворот. Всего лишь поменял местами два вида. Позволил человеку-герою и человеку-читателю взглянуть на это со стороны. А яркий, саркастический финал кажется идеальным, потому что стоит его прочитать, и иначе и представить нельзя. Приятного прочтения! До новых встреч!